МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! На телеканале Тюменское время начинается наша любимая программа Добрый день, Тюмень! И здесь, в уютной студии, сегодня работаем мы, Татьяна Максимова и Артём Фирсов. По традиции у нас будут уникальные гости и интереснейшие разговоры. И вот о чём сегодня узнаете. Школа для гения. Как поддерживают одарённых детей? Территория добрых дел. Какой марафон посвятили Дню области? Физкультурные тренды. Кто диктует моду в спорте? Артём, вот ты папа. Что для тебя твои дети? О, это маленькие разочарования и большие успехи. Это всё время перспектива действия и волнения. И это наше будущее, правда? А будущее надо что делать? Ой, друзья, беречь, воспитывать и учить. И развивать, потому что именно от них, от наших детей, зависит, какой станет наша страна. В Тюменской области при поддержке правительства региона системная работа с талантливыми детьми ведётся уже не один год. Наука лабы, кванториумы, особые смены на базе загородных детских центров. К слову, за последние три года только в губернаторских многопрофильных сменах «Мы, будущее региона» приняли участие больше тысячи школьников. Все они победители и призёры Олимпиад. Об одарённых школьниках, об обучении и их будущем поговорим в ближайшие минуты. Наш гость, руководитель регионального центра выявления поддержки одарённых детей Тюменской области «Новое поколение», проректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук. Здравствуйте, добрый день, Иван. Добро пожаловать в Тюменский область. С командным голосом и серьёзным университетским процессом рады вас видеть в нашей студии. Итак, в Тюменской области теперь есть региональный центр выявления поддержки талантливых детей. Он уже начал полноценно работать? Он начал, можно сказать, полноценно работать, потому что мы уже начинаем объединять усилия разных центров, которые существуют и существовали до этого. Нельзя сказать, что в Тюменской области, например, не велась работа с талантливыми детьми. Она так или иначе велась. Она просто и вузы, и СУЗы, и школы, и департамент образования, и науки Тюменской области обязательно включался в этот процесс. Но здесь сейчас стоит идея, главная идея всех региональных центров, это объединить усилия и при поддержке, методической поддержке, другой поддержке главного центра страны, это Сириус, для одарённых детей, и организовать системную работу для школьников. Да, действительно, у нас пока нет отдельного здания, которое бы объединяло эти усилия, но центр создан на базе Тюменского госуниверситета и может вполне функционировать, и, соответственно, обучать детей, развивать их и так далее. Ну вот, Иван, такие центры должны появиться в каждом регионе. Тюменская область у нас, как всегда, в лидерах? Тюменская область, конечно, в лидерах. Не может быть такого, чтобы Тюменская область была не в лидерах. Естественно, да, мы давно уже подписали соглашение, трёхстороннее соглашение между правительством Тюменской области, фондом «Таланты успех» Сириус и Тюменским госуниверситетом о создании на базе Тюменского госуниверситета регионального центра выявления и поддержки отдалённых детей. Он у нас называется «Новое поколение». И, соответственно, некоторые только приступают даже к подписанию соглашения, не то, что создали цепь. Ну вот, кстати, вот что сказала о новом поколении член Президиума Совета при Президенте России по науке и образованию Елена Шмелёва. Сейчас я процитирую. Центр выявления и поддержки талантливых детей – это идеальная модель интеллектуального развития региона, созданного по образцу Всероссийского образовательного центра «Сириус». И прежде чем продолжить разговор, короткая справка. Что такое «Сириус»? Образовательный центр «Сириус» был открыт фондом «Талант и успех» в 2015 году. Инициатива принадлежит Президенту России Владимиру Путину. Он же возглавляет и Попечительский совет. Ежемесячно сюда приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов страны. Цель работы «Сириуса» – раннее выявление развития и дальнейшая профессиональная поддержка ребят с выдающимися способностями в разных сферах. В науках – математике, физике, химии и биологии. В спорте – хоккее, фигурном катании и шахматах. Искусстве – классическом балете, живописи, аккаевической музыке и литературном творчестве. Обучают вундеркиндов лучшие педагоги Российской Федерации. Сегодня свыше 28 тысяч школьников страны – выпускники центра «Сириус». В общей сложности им принадлежит более пяти тысяч достижений всероссийского и международного уровней. А ну вот, эдакая всероссийская школа для гениев. Иван, а сколько юных талантов из нашей области прошли через «Сириус»? Вы знаете? Да, у нас уже порядка трехсот человек прошло именно в «Сириус». Но там очень жестокий отбор, жесткий даже отбор. И туда приглашают только самых лучших из лучших. Но и самое главное, там есть ограничения. Человек не может побывать в «Сириусе» больше четырех раз. То есть дальше уже вход закрыт, и, соответственно, какие бы достижения у тебя не были. Но там есть еще и разные другие смены, не только там, скажем, посвященные какому-то предмету. Мы вот, например, в этом году уже организовывали полноценно такой конкурс на проектную смену в «Сириусе» проходит. Называется «Большие вызовы». И наша гордость из трехсот девяносто участников по всей России. Одиннадцать человек – это как раз выпускники центра нового поколения, которые поехали туда, прошли этот отбор и стали участниками этой смены. Здорово. А знаю, что есть у нас в Тюменской области такая база одаренных ребят. Не знаете, сколько сейчас там имен вообще? Ну, она база одаренных ребят Тюменской области. Она не только школьников, там и студенты, и молодые педагоги. Там зарегистрировано больше десяти тысяч участников в этой базе. Естественно, мы тоже туда направляем свои предложения. Ну, угад. Да, очень приятно. Да, красивая цифра – десять тысяч. Ну, а в этом плане давайте, Иван, проясним такой вопрос. А чем отличается Тюменский центр от Сириуса? Море не в счет. Кардинально прямо отличия. Какие есть? Ну, я вам скажу, что я неоднократно был в Сириусе. Там проводят для нас различные семинары, методические поддержки. Там некогда даже купаться в море, потому что занятия очень плотно стоят. И дети тоже очень редко иногда купаются. Но надо сказать, что смены круглогодичные. Поэтому, если вы в феврале поехали, то море тоже вам ничем не поможет в данном центре. Самое главное, мы не стремимся быть чем-то отличаться. Центр как раз и должен быть создан как продолжение федерального центра. Он должен быть основан на вот тех методических рекомендациях и тех современных образовательных технологиях, которые там развиваются и передаются потом в регионы. В этом и задача поддерживать детей, которые были в Сириусе, или поддерживать детей, которые еще не были в Сириусе, именно на региональном уровне. То есть, ну, отучился он там смену, скажем, 21 день, а дальше-то что с этим ребенком делать? Приехал в регион, приехал в школу. И что? Где он должен развивать свои таланты? Он и должен развивать свои таланты именно на привычной атмосфере, на привычных образовательных стандартах, инновационных, которых зачастую на сегодняшний момент, к сожалению, пока, я надеюсь, в школах в большинстве случаев нет. И вы из Сириуса их так плавненько к себе в новое поколение и продолжаете развивать? Да, главная задача и главная обязанность региональных центров как раз оказать дальнейшее сопровождение детей. И, да, которые прошли обучение в Сириусе. Ну, вот у Сириуса, простите, есть еще такая фишка, сочетание программ разных. Например, если ребенок отличился, скажем, в математике, в Сириусе он может пройти, там, послушать скрипачей. Если лучшие ребята-хоккеисты, вот мы видели видео, они могут прослушать какие-то лекции по физике. Вот у нас в новом поколении есть или будет какая-то тоже фишка такая? Ну, наша фишка как раз всегда была и есть, и мы начинали с этого работу, это междисциплинарность и метапредметность дисциплин. Нельзя сказать, что если человек попал на профильную смену по математике, он тоже занимается только математикой. Современный мир говорит о том, что нужны, очень нужны софт-скиллс-компетенции, помимо хард-скиллс-компетенции, обязательно. Поэтому у нас также есть различные мастер-классы, в том числе, на командообразование, на искусство делать презентации, на вообще творчество, на возможность создания своего собственного бизнеса, а не только математики. Коммерциализация своих научных достижений – это очень важная задача. Ну, кроме того, у нас также обязательно присутствует спорт, культурная программа, развлекательная программа. Естественно, дети, они же должны жить полноценной жизнью, а не только углубиться в математику. Хотя это тоже и самое главное, первостепередная важность. Мне кажется, они хотят углублять себя. Важность, да. Поэтому мы всегда делаем междисциплинарные смены, и делаем смены уже, даже переходим на различные проектные, там, бизнесовые такие, можно сказать, смены. То есть как создать бизнес, там, и так далее. Как создать компанию, продать компанию. Иван, там сейчас в пику как раз сюда вклинюсь. 125 часов академических в Сириусе дети занимаются, А в Тюмени это время как-то определено именно часами или каким-то результатом, который должен быть? Нет, конечно, и результатом, и часами, в зависимости от того, какая смена проходит. В Сириусе тоже разные, я сказал, вот, большие вызовы, самая элитная смена, она проектная смена. Она как раз и проходит в июле, в самый такой престижный сезон. И она заканчивается презентацией проекта, который дети сделали, и должны сделать за смену. То есть там не какие-то предметные смены проходят. Вот, также у нас есть какие-то определенные часы, но и Сириус в том числе, и мы с этого также начинали, продолжаем. Мы считаем это самым главным, что все должно делиться на три части. Первая вот это hard skills, то есть компетенции в той области, в которой человек развивается, условно математика, физика, геоинформация, культура и так далее. Потом, естественно, развлекательный блок. Ну, как развлекательный, не в плане того, что он там непонятно чем занимается, а это такие можно развлечения построить на командообразование. Игры какие-то могут быть, да? Да, если хороший педагог, он еще и, соответственно, во время развлечений, естественно, внедрит воспитательный и образовательный процесс. Иван, я прошу прощения, вот мне прямо очень важна эта ситуация. Вот в новом потоке, в нашем, да, в новом поколении, наши педагоги, кто они? Вот кто эти люди, которые примут эстафету от Сириуса здесь, в нашем регионе? Педагоги – это когда делятся все центры, которые существуют в России, это, естественно, самая главная проблема, то есть их надо развивать. Одна из задач как раз центра нового поколения – это не только работа с детьми, это работа, конечно же, и с родителями, потому что родители несут ответственность и зачастую иногда не уделяют внимания одаренности своего ребенка. Но это не участковое. Не участковое. Заметим на секунду. Да, и, конечно же, с педагогами. Надо развивать педагоги. То есть задача, которую ставит и правительство Тюменской области, мы сами это понимаем, это, конечно, из развития педагогического состава Тюменской области, чтобы они могли выявлять, также поддерживать детей на уровне даже уже школы базовой. Но, тем не менее, никогда не обойтись без звезд, поэтому на наши смены приезжают ведущие ученые и ведущие педагоги по различным дисциплинам, как по предметным дисциплинам, так и по, скажем, теории решений изобретательских задач, очень такая сейчас популярная тема. Ну, с Новосибирска, Санкт-Петербурга, с Москвы мы приглашаем педагогов. Конечно же, есть и наши выдающиеся педагоги. Не надо забывать, что в Тюменской области тоже есть педагоги, которые очень сильны и ценятся даже на федеральном уровне. Кроме того, мы получаем методическую поддержку Сириуса, и, соответственно, мы тоже имеем возможность прикоснуться, как говорится, к прекрасному, и тоже в какой-то сейчас технологии позволяют и по скайпу устроить различные интервью или различные лекции от ведущих педагогов, которые работают в Сириусе на данный момент. Ну и самое главное, наша задача как раз подготовить ребенка таким образом, чтобы он смог попасть на смену в Сириус, понимаете? И уже там, соответственно, получил возможность повзаимодействовать с мировыми педагогами, потому что Сириус... Я считаю вообще и Нобелевская премия рядышком. Ну, Сириус и приглашает даже Нобелевских лауреатов, они читают там лекции. Естественно, пока для нас это не посильная задача, потому что тут даже дело не в деньгах, вы понимаете, что Нобелевский лауреат... А вот как раз что касается материально-технической базы, вот она соответствует у нас в Тюмени поставленной задачи. Получаете поддержку, может быть, от правительства области? На сегодняшний момент все условия созданы, материально-техническая база создана, потому что, во-первых, центр, как я уже сказал, был создан на базе Тюменского госуниверситета. У нас есть техническая поддержка, и мы постоянно получаем от области поддержку в обновлении своей материально-технической базы. Но, конечно же, она в дальнейшем требует развития, время не стоит на месте, постоянно появляются какие-то приборы, станки там различные, если про технику говорить, микроскопы, если говорить там про биологию, про физику и так далее. Она требует, но в данный момент правительство серьезно поддерживает центр нового поколения, благодаря только как раз и финансовой поддержке правительства Тюменской области. И была возможность такая. Сейчас мы работаем над проектированием полноценного, отдельно стоящего в центре города здания для создания этого центра и оснастить его по самым передовым, мировым стандартам для обучения детей в различных областях. Прекрасно. Иван, у меня такой вопрос. А вот мы сейчас поговорили про вертикаль, а с точки зрения горизонтали, я помню, что в начале проекта была перспектива привлечения других вузов, чтобы не только госуниверситет был базовым, но привлечение. Как на сегодня обстановка? На сегодня мы тесно всегда работаем, во-первых, с департаментом образования науки Тюменской области и подопечным региональным институтом развития образования Тагира. А, конечно же, и другие вузы включаются. Мы с удовольствием приглашаем, и к нам всегда откликаются на наши смены педагогии из медицинского университета, из нефтегазового университета, ну, индустриального университета, из университета Северного за Урале, и школьных педагогов, которые показывают хорошие результаты, тоже привлекаем. Это идет, тем более, если вы знаете, помимо центра идет создание научно-образовательного центра Западно-Сибирского округа, где как раз объединение усилий даже не только вузов Тюменской области, но и Ханты-Мансийского автономного округа, и Ямало-Ненецкого автономного округа, педагогов, я имею в виду, вузы. Нет, и поэтому здесь будут усилия еще больше концентрироваться, именно я имею в виду мобилизация ресурсов, география, и, соответственно, разные направления, профили, потому что вы знаете, что Тюменский госуниверситет не работает в сфере медицины, не работает в сфере нефтегазовой промышленности, ну, за исключением там нефтегазового программ. Поэтому нам вузы все нужны. Все нужны, все важны. Иван, ну какие достижения детям открывают дорогу вот в Центр Нового Поколения? Как попасть к вам? Ну, попасть прежде всего, конечно же, у ребенка должна быть мотивация. Мотивация попробовать что-то новое, мотивация проявить себя, мотивация, например, создать бизнес. Смены разные. Ничего себе. Создать стартап какой-то, инновационный продукт. То есть какая-то идея должна быть. Поэтому есть база, есть олимпиады, есть творческие конкурсы, через которые дети заходят. Есть, в конце концов, открытые заявки на профильные смены, когда можно подать заявку, приложить какие-то свои достижения и попасть. Поэтому здесь все открыто, существует информационная платформа. Ну и в дальнейшем она будет развиваться. Мы планируем там создать различные личные кабинеты, в том числе и для родителей, которые смогли бы отслеживать успехи детей. Да, и конкуренты, чтобы посмотрели. Да, база развивает сериал ТОК, и, соответственно, она уже функционирует на базе Тюменского госуниверситета. Сейчас мы будем подключать туда все вузы. У нас уже в партнерах департамент образования науки Тюменской области, департамент по спорту и дополнительному образованию области. Компания Сибур, компания Роснефть, компания Газпромнефть, которые публикуют на этой площадке свои мероприятия, в которых принимают участие. И уже даже не просто, мы всегда говорим о том, что все участие, все в основном мероприятия, которые проводит Центр Нового Поколения, они абсолютно бесплатны для школьников, даже когда смена, включая там и питание, и проживание, и так далее, на базе, вот как вы сказали, загородных лагерей отдыха, ассоциаций «Мы вместе» Тюменской области. Но и более того, они зарабатывают там баллы, которые могут обменивать впоследствии на поступление в университет, дополнительные баллы КИГ, на как раз попадание на какую-то смену или мероприятие, на которое более жестокий отбор, и, соответственно, невозможно попасть, не всегда возможно попасть, будем так сказать, а на, ну, даже на сувенирную продукцию наших партнеров, в том числе, там, различные. В общем, ребятам надо быть активными, в учебе, в достижениях, быть мотивированным, стремиться. Ну, естественно, если ничего не делать, сидеть и говорить, вот я хочу, но помимо хотения надо проявить свои... И тогда, вполне возможно, они смогут стать воспитанниками вашего центра, и их ждет прекрасное, интересное будущее. Вполне возможно. Не вполне, 100% станут участники. Иван, спасибо большое. Вы прямо нас зарядили. Желаем вам вдохновения, много воспитанников, отличной материально-технической базы и успехов, чтобы вы гордились своим воспитанникам. Спасибо, спасибо, будем надеяться. Доброго вам дня. Будем надеяться. Всего доброго. Друзья, мы продолжаем нашу программу в студии Тюменского времени Татьяна Максимова, Артем Фирсов. И вот о чем поговорим позже, да? У нас 10 секунд. Увидимся. Смотрите далее. Любимой области посвящается. В регионе стартовал марафон добрых дел. Это программа «Добрый день, Тюмень», и мы двигаемся дальше. Если вы хотите переосмыслить подход к добровольству, будьте внимательны. Это время для вас. Сегодня в регионе стартовал марафон Тюменская область – территория добрых дел. В чем его суть, спросим у руководителя проектов Дворца творчества и спорта «Пионер» Надежда Кадеева. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Несколько просим на наш диванчик. Надь, у меня сразу же вопрос. Марафон у всех ассоциируется с большими длительными соревнованиями. Вот в этом плане можно соревноваться в добрых делах? Ну, в добрых делах, конечно, соревноваться нельзя. Марафон – это у нас такое, знаете, сейчас очень модное в Инстаграме, везде понятие, там, марафон личностного роста, там, карьерный и так далее. Вот у нас марафон добрых дел. Замечательно. А вот в чем суть марафона Тюменская область – территория добрых дел? Вот так, чтобы емко. Это такой дни единых действий, когда вся область объединяется, вот в честь нашего юбилея любимой области, объединяется, совершая определенные добрые поступки. Есть предложенные ребятам и волонтерам события, которые они могут сделать в рамках марафона. Это записать видеоролик об исторических местах нашей области, включая муниципальное образование. В рамках марафона состоится, пройдет проект, федеральный проект «Доверяй, игра». Это когда волонтеры играют в футбол, волейбол и другие виды спорта с органами власти. Ну и, соответственно, другие добрые дела. Звучит мощно, да? С органами власти у нас игра. Да, 9 августа мы будем играть в футбол. Ну и, соответственно, все другие, любые добрые дела на выбор волонтеров. Надя, у меня тогда вопрос. В чем задачи и цели? Ну, наверное, самая основная цель – это объединить волонтеров, популяризировать это движение, создать такой, знаете, яркий, возможно, всплеск в средствах массовой информации о том, чтобы знали, что у нас вот столько волонтеров, у нас очень много добровольческих организаций, отрядов и так далее. Вот они в честь дня рождения нашей области запустили такой замечательный марафон и вот столько добрых дел сделали. У меня здесь очень интересное внутреннее сейчас состояние. В Тюменской области 75, а марафон идет 19 дней. Почему не 75? Ну, вообще, добрые дела у нас даются круглый год, все 365, поэтому... 19 дней будет проходить сам марафон. А вот в это время, давайте посмотрим, это все-таки учеба, это какая-то практика, это возможность детям дать немножко отдохнуть как раз во время каникул. Что происходит вот в этот момент? Это возможность добровольческих отрядов и объединений скреативить, придумать свой проект, запустить какую-то свою акцию, реализовать ее и рассказать на всю область. Надежда, а кто участники? Кого ожидаете? Все добровольцы, жители... Есть какой-то возрастной... Возрастного нет. У добровольства и в нашем регионе, во всей России возраста нет от 8 до 100, поэтому и серебряные волонтеры подключаются, и все муниципальные образования области подключены. Это волонтерские объединения, отряды, штабы и так далее. Вот движение, получается, двигается сейчас в область, то есть оно региональный, региональный, да, такой аспект, то есть это не только Тюмень. Нет. Чего нам ждать вот как раз там? Что услышат ханты? У нас на юге Тюменской области очень хорошо развивается, у нас в каждом муниципальном образовании есть свой штаб добровольчества, где действуют волонтерские отряды и объединения, поэтому они активно уже готовятся, подают заявки, у них много всего интересного. Ну вот, кстати, вы сказали, что много. Как много у нас добровольцев на юге области? Ну, сейчас зафиксировано около 150 тысяч волонтеров, это разово и на постоянной основе посещающих добровольческие мероприятия, так скажем. Ничего себе, как удалось создать такую армию добровольцев? Ну, вы знаете, Тюменская область хорошо развивается в сфере добровольчества. Активно, да? Активно развивается, у нас реализуются проекты, развиваются опорные центры добровольства по различным направлениям, мы защищаем проекты, выигрываем гранты, мы на федеральном уровне, в принципе, показываем достойный уровень, поэтому... Отлично. Надь, вот если вся эта армия, 150 тысяч человек, да, вот так вот, одновременно захотят участвовать в марафоне, справитесь с таким потоком? Ну, мы к этому стремимся. Это наша цель. Мы были бы очень рады, мы для этого копим ресурсы. У нас есть целый координационный центр добровольства областной, поэтому мы только за... Надежда, а каким-то образом можно понаблюдать за участниками, за ходом вообще проведения этого марафона? И если да, то как это можно сделать простым смертным, кто пока не с вами, не в ваших рядах? В любой социальной сети можно отследить марафон по хэштегам «Марафон Добрых Дел 72» и «Тюменская область. Территория Добрых Дел». Надь, у меня такой вопрос. Вот 14 августа день рождения области, да, по бумагам. Но понятное дело, что 14 числа не закончится ваша территория Добрых Дел, да, это время. Вот, соответственно, у меня такой вот вопрос. А какими делами принято отмечать у добровольцев день рождения? Ну, день рождения – это вообще такой праздник, да, поэтому волонтеры запускают флешмоб. Танцуют? Танцуют, массово танцуют, запускают обращения. И, как уже традиционно у нас сложилось, на различные большие праздники, когда мы организовываем добровольческие флешмобы, мы посылаем обращения в другие регионы России. Поэтому я думаю, что и здесь это тоже будет надежда. Ну, праздник – это замечательно. Но ведь, наверное, ваши добровольцы активно работают и в течение всего года. Если это так, как это тоже удается поддерживать на должном уровне, вас кто-то поддерживает? Как все это у вас получается? Ну, как я уже говорила, добровольческое движение у нас в регионе развивается достаточно хорошо, и не без поддержки и правительства Тюменской области, и профильных департаментов. У волонтеров есть возможность посещать различные форумы, в том числе федеральные, есть возможность реализовывать проекты свои с помощью грантовой поддержки. Поэтому поддержка она есть, и она достаточно большая, колоссальная. Мы за это очень благодарны. У нас очень хорошо и грамотно выстроена структура добровольства. У нас есть координационный центр областной, есть опорные центры областные по направлениям добровольчества. И все это поддерживает, соответственно, наше правительство, наши департаменты. Ну, поддержка существует, это классно, это здорово. А вот сейчас для наших зрителей, которые отдыхают в летние каникулы, да, для молодежи, куда бросить свое бренное отдохнувшее тело, чтобы почувствовать себя волонтером? Как? Как стать участником? Как стать сейчас? Вот марафона. Марафона? Очень просто. Можно обратиться в Дворец творчества и спорта «Пионер», Крадиционный ресурсный центр добровольчества Тюменской области. Мы подскажем, как подать заявку, как сориентироваться, какие добрые дела сделать. А вообще мы всех ждем на площади 400-летия Тюмени. Ждем на дне рождения нашей области. Там будет и флешмоб, там будет основная программа. То есть вы еще приглашаете, да, еще можно к нам присоединяться, твои добрые дела? Конечно, обязательно. Мы всем рады всегда. Здорово. Мне кажется, впереди будет 19 дней не просто марафона, как мы привыкаем, спортивного типа, да, а он будет такой душевный и правильный. Для нашей области, наверное, это хороший стандарт. Веселое настроение и перспективы на будущее. Надежда, спасибо огромное. Вот приятные моменты, я думаю, ребята, все, все вперед, все в наш марафон доброты. Ну, а с вами мы встретимся после короткой рекламы, и вот что нас ждет впереди. Смотрите далее. Физкультурные тренды. Кто диктует моду на виды спорта? Физкультурные тренды. Физкультурные тренды. Физкультурные тренды. Физкультурные тренды.